Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Цикл лекций – введение в Священное Писание Нового Завета. Тема лекции – типы текста Нового Завета. В предыдущих лекциях мы с вами рассмотрели классификацию новозаветных рукописей по внешним характеристикам, по материалу письма и начертанию письма. И таких групп мы выделили основных три – рукописи на пергаменте, маюскульные и минускульные. Однако мы констатировали, что первые две группы рукописей Нового Завета, хотя и объединяются по внешним критериям, по содержанию достаточно сильно отличаются между собой. И, конечно же, это неудобно для исследователей. Если я говорю маюскульные рукописи, я не могу сразу сходу сказать для данной маюскульной рукописи, каковы особенности текста по содержанию. Поэтому исследователи на протяжении уже многих десятилетий, даже столетий пытаются классифицировать рукописи Нового Завета именно по содержанию. Дело это нелегкое, потому что в разночтении огромное количество, приходится выделять основные значимые разночтения и второстепенные. Иногда исследователи пытаются проследить генезис, то, как одна группа рукописей могла порождать другую группу рукописей. Или некая рукопись была исходной, а с нее переписывались другие, которые очень похожи, и вот такая общность называется семейством рукописей. В конце концов, к настоящему моменту выделяют как минимум три основных типа текста Нового Завета. И вот это уже очень важно и значимо, потому что если мы указываем, что рукопись принадлежит к такому-то типу текста, мы можем себе сразу же составить представление о том, каково содержание, каков характер разночтений в этой рукописи. Первый тип текста – это так называемый Александрийский тип. Восходит к III веку по Рождестве Христовым и связан не только с Александрией, как с центром образованности в Древнем мире, но прежде всего с деятельностью Оригена, который сознательно пытался не только рассматривать разные рукописи, но и выделять некие предпочтительные варианты. Во многом под влиянием Оригена, его учеников, его школы, и возник вот этот вот тип текста Нового Завета – Александрийский. Рукописи, которые относятся к этому типу текста, характеризуются тем, что они написаны очень аккуратно, и поэтому они очень ценятся современными текстологами. Второй тип текста, так называемый Западный, восходит ко II веку по Рождестве Христовым. Но это название в настоящее время признано неудачным, потому что рукописи, содержащие этот тип текста, обнаруживаются и за пределами западных провинций Римской империи. Более того, многие исследователи ставят под сомнение само существование такого самостоятельного типа текста, как Западный, поскольку рукописи, его свидетели, не содержат какого-то последовательного текста с определенным набором характеристик и параметров. По сути дела, в эту группу текстов попадают те рукописи, которые не относятся к первому типу – Александрийскому, и к третьему, о котором мы сейчас будем говорить – Квизантийскому. Таким образом, выделение данного типа является в определенном смысле условным, скорее указывающим, по словам Брюса Мезгера, на цитата «неконтролируемый и малорегламентированный рост рукописной традиции во II веке по Рождестве Христовым». То есть речь идет о том, что сюда относят рукописи совершенно разнородные по своему содержанию. И вот очень часто в этих рукописях западного типа текста присутствует парафраз, пересказ тех или иных стихов новозаветного текста. Иногда бывает так, что целые слова, предаточные предложения и даже фразы не только свободно видоизменяются, но добавляются или опускаются. Поэтому считается, что данный тип текста не является предпочтительным для рассмотрения, когда библист или текстолог изучает то или иное разночтение. И, наконец, третий тип текста – византийский тип, который иногда также называют церковным. Относительно того, как его датировать, как датировать происхождение этого типа, среди специалистов существуют споры. Кто-то его возводит ко II веку по Рождестве Христовым, кто-то считает, что данный тип появляется только в IV веке по Рождестве Христовым. Однако, вероятно, что данный тип появляется во II, начинает активно развиваться в IV и впоследствии, в последующие нескольких веков окончательно оформляется. Каковы его преимущества и недостатки? Основным важнейшим преимуществом является то, что византийский тип текста использовался на богослужениях в храмах. А это означает, что если даже рукописи, новые рукописи, приходили в храм с ошибкой, с какими-то описками переписчика, то эти ошибки, эти отклонения от некого стандарта византийского типа текста обнаруживались достаточно быстро. Ни для кого не секрет, что священнослужители, много лет находящиеся в священном сане, уже могут знать наизусть практически все чтения, как из Евангелий, так и из остальной части Нового Завета. Для того, чтобы это доказать, достаточно указать на один очень яркий пример, который хорошо известен и преподавателям, и студентам, и выпускникам Санкт-Петербургской Духовной Академии. Наш первый проректор, архимандрит Сафронис Мук, который руководит богослужебной практикой у студентов, наизусть знает все книги Нового Завета, как Евангелие, так и входящий в состав апостола. И поэтому, если студент во время божественной литургии оговаривается или неправильно прочитывает то или иное слово, то отец Сафроний обязательно такого студента поправляет, желая его наставить и научить правильному чтению и, конечно же, пониманию новозаветного текста. Конечно, отец Сафроний является и преподавателем, и активно действующим в богослужебной практике человеком в нашей Духовной Академии, но это тот пример, который подтверждает, что и в древности опытные священнослужители вполне могли на слух воспринимать те или иные искажения текста. Если искажение было не ошибкой чтеца, а ошибкой переписчика, то, конечно же, эту ошибку можно было незамедлительно исправить прямо в кодексе этой богослужебной книги. Поэтому, конечно же, данная особенность чтения на литургии, чтения во время богослужения, как раз и давала определенную гарантию того, что текст прошел церковную рецепцию и придавала определенную стабильность византийскому типу текста. Какие же мы можем с вами указать на недостатки данного типа текста? Вероятно, как предполагают исследователи, в самом начале своего существования, где-то в IV веке, по Рождестве Христовом, данный византийский тип текста был подвержен синхронизации, если мы говорим о различных Евангелиях. Одни и те же повествования, повествования об одних и тех же событиях в разных Евангелиях, речь идет прежде всего о синаптических первых трех Евангелиях, несколько корректировались, видоизменялись. То есть, если один евангелист, например, евангелист Марк, использует одну фразу и одни слова, а евангелист Лука использует ту же самую фразу, но одно или два слова меняет, соответственно, редакторы могли заменить то или иное слово для того, чтобы унифицировать повествование евангелистов. Это гипотеза, но эта гипотеза имеет определенные подтверждения текстологического характера. И поэтому получается, что, конечно, в некоторых случаях византийский тип текста, церковный, стабильный, получивший церковную рецепцию, все-таки может отличаться от некоего гипотетического оригинального типа текста, который мы сегодня уже даже и не можем установить. Это тоже нужно знать, об этом помнить. Но когда мы выделяем из трех вышеуказанных типов текста основной или приоритетный, то, конечно же, для церковного исследователя таким приоритетным типом текста и является византийский тип. Но совсем не так для протестантских ученых и исследователей, потому что для них церковная рецепция, жизнь текста в церкви не только не имеет положительного значения, но в определенном смысле даже является неким недостатком. Поэтому протестантские ученые очень часто пренебрежительно относятся к византийскому типу текста, а при этом обращают внимание на александрийский тип текста. Да, мы с вами понимаем, что и в византийском типе текста имела место определенная редакторская работа, редакторская правка. Это не была правка смысловая, это была правка терминологическая, когда один термин мог быть заменен на синонимичный термин. Но ведь мы с вами знаем, что и ориген тоже занимался такой работой. И у оригена тоже имело место определенное редактирование текста Нового Завета. Поэтому мы, православные исследователи, не можем признать александрийский тип текста по вот этому критерию, по этому параметру оригеновский тип текста предпочтительным по отношению к византийскому. А если мы говорим о древности, то, конечно, александрийский восходит к третьему веку. Но мы с вами уже говорили, что далеко не все специалисты считают, что византийский датируется более поздним четвертым. Возможно, он восходит к еще более раннему, ко второму веку по Рождестве Христову. Поскольку в большинстве медускульных рукописей Нового Завета представлен именно византийский тип текста, то в научных изданиях он выделяется особым образом. Рукописи, которые относятся к этому типу текста, называются majority text, текст большинства, и обозначаются латинской готической буквой M. И вот когда мы видим в научных изданиях, что разночтение принадлежит тексту большинства, мы с вами понимаем, что фактически это то разночтение, которое поддерживает византийский церковный тип текста. И если будут некие иные чтения, например, в рукописях IV или V века, мы с вами должны вспомнить, что после IX века, после того, как началась минускульная революция, очень многие рукописи были переписываемы минускульным письмом. И то, что вот этих поздних рукописей много византийского текста, это не говорит о том, что они плохие, раз они поздние. Наоборот, они минускульные, это значит, что их переписывали с каких-то довольно достоверных, достоверных, с каких-то источников, которым переписчики доверяли. Поэтому, конечно же, если мы с вами православные люди, то мы отдаем предпочтение византийскому типу текста, а, соответственно, работая с научной литературой, ищем глазами букву М готическую, которую указывает на текст большинства. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.